День Города 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 обратиться в суд для возмещения ущерба. К другим новостям. Действующий в Рязани областной клинический перинатальный центр посетил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. В эти дни учреждение отмечает свое пятилетие. За это время там родилось почти 15 тысяч детей. Среди них были и недоношенные с экстремально низкой массой тела до 1000 граммов. Высокие показатели учреждения позволяют говорить о хорошем уровне медицинского обслуживания и профессионализме докторов. Подробнее Оксана Тебенихина. Так мало лет и такие высокие результаты. За первую пятилетку областной перинатальный центр превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания. Это первое и единственное в регионе учреждение с трехуровневой системой родовспоможения. Он был построен по проекту возведения высокотехнологичных медицинских центров в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». У нас собраны самые высококвалифицированные кадры. Из всех врачей, которые у нас работают, постоянно растет их квалификация. Если брать общую структуру нашего центра, то мы начинали работать постепенно. На сегодня это огромный, мощный механизм, который включает в себя и амбулаторно-поликлиническое звено, и акушерский стационар, и педиатрический стационар, большая служба параклиническая, которая обеспечивает работу всех этих стационаров. Губернатор Олег Ковалев посетил областной перинатальный центр, осмотрел процедурные кабинеты, пообщался с семьями, продолжение которых появилось в этих стенах, и поздравил сотрудников, поблагодарил их за труд, за взятую на себя великую ответственность, за важную и такую непростую работу, итог, который они ежедневно выполняют, и отметил благодарственными знаками передовиков медицинского учреждения. Сам центр важен еще тем, что он задает тон в работе других родильных отделений, он задает, будем говорить так, стратегию в этом вопросе, оказание родовоспоможения, введение беременных женщин и так далее. И, конечно, мы сегодня уже не мыслим себя без такого учреждения, как перинатальный центр. Не мыслим просто. И я удивляюсь, когда где-то в регионах сейчас, в частности, вот приезжал ко мне глава колонны, там только строится такой центр. Он строится на население приблизительно около 700 тысяч, это там ближайшие районы должны там обслуживаться. Ну, то есть, понимаете, мы уже далеко ушли в этом вопросе. Помимо всем привычной работы, центр проводит и комплекс сопутствующих мероприятий. В частности, здесь действует амбулаторно-поликлиническое звено, акушерские и педиатрические стационары, параклиническая служба, обеспечивающая работу всех стационаров. Здесь функционируют дистанционно, акушерские и консультационные центры с неонатальными бригадами, которые оказывают помощь по всей Рязанской области. Что очень важно, у нас имеется выездная бригада, которая выезжает на роды или для оказания помощи тяжелобольным детям в родильные дома год до Рязани и области. Эти дети поступают сюда и в перинатальный центр, где продолжается лечение. Усилия специалистов сегодня также направлены на реабилитацию детей, рожденных раньше срока, с экстремально низкой массой тела. Результат пятилетней работы – выживаемость детей от 700 граммов до килограмма 76%. Выживаемость детишек с экстремально низкой массой тела во всех категориях с 500 граммов до килограмма составляет сегодня 44%. Ребенок должен находиться примерно в таких же условиях, как и находиться внутриутробно. Т.е. темно, определенная температура поддерживается в окружающем пространстве, тепло и достаточно высокая влажность. Перинатальный центр в Рязани начал работу 1 марта 2011 года. Главный врач центра Елена Петрова утверждает, что учреждению есть чем гордиться. Результаты работы радуют. За пять лет через поликлинику центра прошло более 133 тысяч женщин. Принято более 14 тысяч родов. Родилось чуть меньше 15 тысяч детей. Из них 15% родились недоношенными. 155 малышей родилось весом менее килограмма. С 2012 по 2015 годы младенческая смертность в регионе снизилась в два раза. Вера Глонти покидает пост министра социальной защиты населения Рязанской области. Причиной ее отставки стали семейные обстоятельства. Эту информацию уже подтвердил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Не так давно Вера Глонти была награждена знаком отличия за многолетнюю плодотворную работу на благо Рязанского края. Этот знак вручается за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе Рязанской области. Она уезжает к семье. Семья у нее живет в Москве. Дочь в Москве, муж в Москве. И поэтому она приняла для себя такое решение. Значит, ну, это правильно, наверное. Значит, поэтому я думаю, что мы найдем. У нас много хороших специалистов для того, чтобы назначить министром социальной защиты. Вера Николаевна хорошо работала, поэтому я ее наградил достаточно высокой наградой, орденом князя Олега Рязанского. И я считаю, что она была лучшим министром социальной защиты среди тех министров, которые до нее были. Значит, теперь задача подхватить кому-то другому, который бы еще улучшил там работу. Ну, вот, поэтому здесь не кроется никакой подопляки. Неделя, которая началась с двух выходных, вдвойне праздничная. С понедельника в стране начали отмечать Масленицу. Однако главные мероприятия запланированы на выходные, когда состоятся обширные народные гуляния, приуроченные к проводам зимы. На пресс-конференции в городской администрации рассказали о примерной программе, которая ждет рязанцев в субботу. «Душа моя масленица». Именно под таким названием в ближайшую субботу, 12 марта, пройдет городское народное гуляние. Праздник развернется на большой площадке перед ЦСКА. В прошлом году жители Рязани уже оценили все преимущества этой удобной локации. Территория позволяет максимально снизить неудобства для движения городского и частного транспорта. Традиционно праздник будет проходить уже на площадке возле Центрального спортивного комплекса. Единственное отличие от прошлого и позапрошлого года будет заключаться в том, что в связи с погодой весна, то есть в этом году масленица поздняя, обычно в предшествии, что масленица проходила у нас в феврале и в более холодное время, то в этом году мы не будем залезать глубоко в парк. Гуляния пройдут на шести основных площадках. В два часа дня рязанские кулинары угостят гостей праздника блинами и горячим чаем, а также начнет работу ярмарка и интерактивная площадка. С трех часов дня заработает площадка аттракционов «Молодецкие потешки» и сцена, где выступят творческие коллективы. Во всех школах отмечают масленицу. Сегодня я вас поздравляю с лакомкой, сегодня среда лакомка, поэтому угоститесь блинами, угостите друг друга, пожелайте друг другу хорошего настроения, пожелайте здоровья, пожелайте оставаться такими приветливыми и добрыми в душе. Поэтому с праздником вас! Улыбнитесь! И, конечно, любимая забава – ярмарочный столб состоится в 6 часов вечера. Организуя большое такое общегородское мероприятие, мы действительно традиционно стараемся охватить все районы города. И в этой работе задействованы не только учреждения культуры, культурно-досудные учреждения, но и библиотеки, и дворцы детского творчества. Все стараются это народное гуляние сделать ярким, красочным, сочным, блинным. Помимо основного гуляния, в районах Рязани пройдет 31 праздник. А в областном центре все завершится грандиозным огненно-пиротехническим шоу. Ветеран боевых действий в Афганистане, рязанец Сергей Доников, стал одним из тех, кому оказана помощь ветеранской организации. Сергей – выпускник Рязанского училища ВДВ, офицер запаса. 11 лет назад он получил травму позвоночника при исполнении служебного долга и оказался обездвижен. В начале года за поддержкой обратилась супруга Сергея. В результате был приобретен специальный передвижной подъемник с электрическим приводом, который будет служить для комфортного передвижения по квартире. Передвижной подъемник будет отправлен Сергею Дойникову через сослуживцев, поскольку в силу сложных семейных обстоятельств его сейчас нет в городе. Он сейчас уехал в Башкирию, поэтому есть у нас товарищи, которые проезжают там мимо, сослуживцы, да, они заезжают к ним, беседуют. Что-то нужно, помощь какой-то, ну, оказывается, и материальную, и физически иногда. И непосредственно мы приобрели этот аппарат для того, чтобы человеку сделать приятное и в то же время более комфортно, чтобы он себя чувствовал и подвижно, понимаете. Когда человек лежит в неподвижном состоянии, то вы сами понимаете, разные мысли лезут в голову. Но когда человек начинает двигаться движение, а движение – это жизнь, вы сами знаете. И поэтому вот этот аппарат – это большая помощь. Помощь была оказана при содействии Рязанской общественной организации инвалидов войн и военных конфликтов, Союза ветеранов Афганистана, спонсоров и органов государственной власти. Под эгидой афганского движения я бы хотел все-таки задекларировать настойчивое стремление Союза ветеранов Афганистана к объединению и консолидации всего афганского движения. Таким образом, представляя сейчас вот эту процедуру передачи этого подъемника, мы не несем никакой информации с целью пиара нас или продвижения в каком-то политическом плане. А в первую очередь хотим донести до всех ветеранов, которые в какой-то момент почувствовали свою ненужность Родине и все прочее. Значит, какие-то отрицательные эмоции, негатив у них там в душе либо остался. Но тем не менее, мы всех приглашаем и настойчиво рекомендуем обращаться в афганские организации. Потому что помощь, как говорится, всем миром, она гораздо проще, чем ты в одиночку борешься. Помимо того, что эти организации занимаются помощью нуждающимся, ветераны боевых действий проводят очень большую работу по патриотическому воспитанию в регионе. По их инициативе известные для многих уроки мужества скоро могут приобрести новую форму. На летний период мы планируем так, чтобы организовать детей с выездом, допустим, договориться с училищем десантника, выехать к ним на полигон. Там пускай поживут недельку, но с питанием вопрос будем решать, чтобы как там это... И там проводить вот эти уроки мужества. То есть рассказывать. У нас очень много людей, которые участвовали в этих боевых действиях, они могут рассказать, примеры какие-то привести. Ветераны боевых действий отмечают, что уроки мужества в настоящее время производят большой эффект на детей. Они с удовольствием узнают историю своей страны. Война же страшна своими подробностями. И поэтому большинство, конечно, детей ошарашены бывают от того, когда они в процессе рассказа приходится касаться некоторых деталей. Когда погибли, товарищи рассказывают, что там либо при проведении операции какие были допущенные ошибки. И вот первые минуты после окончания, например, доклада или рассказа, царит такая гробовая тишина, потому что дети пребывают в некотором состоянии, полученные информации, которые очень трудно переварить. Но со временем отходят и начинают задавать вопросы. Узнавая историю своей страны, дети больше начинают уважать своих предков. Они больше понимают, что война – это не что-то абстрактное, а реальная ситуация. К тому же работа по патриотическому воспитанию проводится для поднятия духа в армии и среди молодежи, и для поднятия духа участников боевых действий. Союз ветеранов Афганистана отмечает, что эффект уже есть. И в последние годы авторитет военных действительно поднимается. И на этом у меня все. До встречи в эфире или на нашем официальном сайте – город62.tv. Далее вы увидите программу подробностей и прогноз погоды. Хорошего вам настроения и теплой весны. До встречи. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok